Всем привет! Солнышко поднимается, я кофеек пью. Очень люблю наблюдать на солнце, когда оно встает из-за домов. Потому что зимой солнце бывает не так часто. Под прошлым видео, где я рассказывала про косметику, читаю комментарии и была очень удивлена и приятно поражена. Меня все поздравляют с днем рождения. Я никогда и никому не писала день своего рождения. В комментариях отвечала и писала месяц рождения и год рождения, а день нет. Поэтому так была удивлена поздравлению. У меня день рождения указан в ВКонтакте на страничке. Я всех-всех благодарю за такие теплые, душевные, искренние поздравления. Читаю их, улыбаюсь, так приятно на душе становится, такая какая-то теплота разливается. Конечно же, не обошлось без колючек. Я даже несколько человек поставила в бан. Некоторые люди пишут, заходим на канал и очень нравится читать негативные комментарии. Ну, каждому свое. А мне всегда приятнее читать хорошие, положительные комментарии. Не только на своем канале, на других каналах, девчат, которых смотрю. Читаю положительные комментарии и тоже радуюсь за них, что люди так отзываются по-доброму, искренне и пишут пожелания от души. Это чувствуется, когда читаешь. У всех блогеров, кто ведет канал, хоть какой бы там контент ни был, все равно найдутся такие, что пишут всякую бяку. Я, если вижу, что что-то даже у некоторых пишется нехорошее, я не дочитываю, не хочу читать. Мне просто самой и неприятно, и даже не хочется знать, что они пишут о других людях. Мне неинтересно это. И все. У меня так организм воспринимает. Кому-то интересно вот эти вот негативы читать. Ну, не знаю, каждому свою, конечно. Кто как выбирает свою дорогу, тот так и живет. Вот, не хочется сильно долго застрять на этом внимании. Мне больше нравится действительно, когда люди живут с радостью. Потому что положительная энергия, она дает движение в жизни и все. Ну, да что об этом говорить, много раз уже было сказано, и все это знают. Много раз хочется поблагодарить людей, которые пишут. Ну, действительно, хорошие такие искренние пожелания от души. Благодарю вас. Спрашивают, почему нет фотографий, детей, родных. Я должна их все вот так вытаскивать, что ли, и ставить везде. Детские фотографии у меня стояли. Были, я их убрала, потому что смотришь, начинаешь как-то вспоминать, думать. И настроение немного, ну, как-то, не знаю, грустно становится. Поэтому, чтобы не берегить, я их убрала. Фотографии сейчас в телефонах полно. Открывай и смотри. Зачем вот так вот, чтобы они висели и постоянно. Ну, опять же, это мое такое восприятие. Конечно, если бы близко жили, да, поставил фотографию, ну, что он рядышком соскучился, сходил в гости, и все, а так. И тем более, знаете, вот когда думаешь о человеке, например, скучаешь или что-то там, как он, что, да все. Эту энергию, какую ты воспроизводишь, она передается тому человеку. Твоя какая-то тоска или грусть, она бывает, она может передаться, этого не нужно делать. Поэтому вот так. Я всегда, когда думаю о своих родных, о близких, о всех, я стараюсь думать в позитивном ключе, желать всегда им добра, благополучия и все. Ну, я думаю, все об этом знают, понимают. Что-то плохое не нужно думать. Или там вот-вот что-то случится, не случится, да, 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 переживать. Наоборот, нужно не переживать, а хорошие мысли посылать, хорошую энергию отправлять. Я допила, сейчас начну заниматься делами. Да, еще, знаете, девчонки меня спросили. Номер помады, которую я показывала в прошлом видео, под лупу рассматривала. Никаких номеров там нету. Что в новой помаде, которую я купила, что на старой помаде. Там вот на этой этикеточке сверху написано только сколько граммов и название помады. Все, дата еще проставлена. Может быть, номер был на пленочке, в которой упакована помада была, но я тоже там просмотрела, что-то ничего не нашла. Так что уж извините, не могу сказать номер. Ну, вот называется Шик, там уже по цвету можно, если что, подбирать, и Фрозен Роза. Смотрите, эта помада, ничего здесь не написано. Видно вам, не видно будет никаких номеров. Я и по кругу все просмотрела. Ничего нету. А мне пришел крем, который я говорила, купила на Валбере с коллагеном. Это корейский, ну, как бы оригинал. Тут что-то вот есть. Но я выбирала по отзывам, отзывы очень хорошие, подходит для всех типов кожи, как под базовый макияж. Я состав почитала, в описании мне понравился. Ну и по отзывам взяла. Впитывается в кожу очень хорошо, не жирности ничего не оставляет. Ну, может быть, для всех по-разному будет. Я даже на руки наносила. Она прям сразу впитывается, руки нежные, гладкие становятся. Если вот шелушение какое-то, ощущение мягкости присутствует сразу, прям с первого применения. Я попробовала. В принципе, мне понравился. Но я его еще не так много использую. Поэтому ничего не могу сказать конкретно. Ну, приятненький. Цена около 400 рублей, что ли, была. Я себе купила хлорофитум. По вашим советам, мне написали, что очень красивый хлорофитум Бонни. Он кучерявый. Я не знала, как он выглядит. В интернете посмотрела. Внешний вид его. Пошла в цветочный магазин и купила себе. Сейчас покажу, какой. Вот он он стоит, маленький, кучерявенький. Но на внешний вид похож. Бонни это или не Бонни, не знаю. Я в магазине спросила, как называется. Продавец ответил, что тоже не знает. Просто кучерявый хлорофитум. Но я его взяла. Вот этот горшочек стоит 150 рублей. В магазине в этом очень приемлемые цены. Я практически в нем всегда и покупаю цветы, какие мне нужны. Находится магазин на пересечении проспекта строителей, проспекта Ленина. Рядом с подземным переходом. Там давно-давно торговали цветами. Полностью вот это место было, как базарчик цветочный. И искусственные, живые цветы, всякие-всякие разные. Это еще когда я в школе училась, приезжала на каникулы к дедушке с бабушкой. Они у меня жили в Барнауле. И вот там, когда мимо проезжаешь, всегда много цветов. Так все красочно. Я хочу вот этот хлорофитум заменить. Потому что со временем в росточке уже им питания будет не хватать. Они пожелтеют. Но пока не буду менять. Еще цвет нормальный. Питаются. Потом, может быть, даже вот этот кучерявенький пересажу. Вместо этого. Ну, посмотрю. Мне еще в этом магазине понравилась традисканция двух видов. Одна такая с каким-то красноватым отливом. Другая темно-зеленая. Мне больше всего зеленый цвет понравился. Я бы сразу взяла. Ну, что-то, блин, не знаю уже куда размещать цветочки. Посмотрим. Может, возьму традисканция. У них 250 рублей стоит. Ну, они цветы такие прям большенькие. Уже видно, хорошие, такие качественные. Я в этом магазине покупала герань. Королевскую. Это у меня не королевская. Потом покупала лавровое деревце маленькое. Сколько оно стоило на тот момент? Где-то, по-моему, 350 рублей. А в Ашане я видела по 500 рублей. Еще меньше кустик был. Потом покупала замиокулькас. Либо 450, либо 500 рублей на тот момент. Ну, просто девчата, кто живет в городе Барнауле, спрашивают, где цветочки лучше покупать. В каких цветочных магазинах. Ну, вот, не знаю, может быть, где-то еще есть. Я же не по всему городу ездию. Где рядом с домом находится, там и хожу в шаговой доступности. Магазины все. Куда-то специально ехать. Ну, как-то зачем. Рядышком, если есть. Солнце все выше, все выше поднимается. Освещает все комнаты. Хочу сейчас приготовить легкий супчик. Мясо отварила. На бульончике куриным сварю. Ну, с морковкой обжарю. Потом лапшички, картошечки добавлю. Такой легенький хочется супчик. У меня есть еще котлеты замороженные. Их поджарю на обед. Гарнир какой-нибудь приготовлю. Гарнир тоже надо. Вот и все. Вы знаете, я заметила в своем организме такое изменение. Стало меньше есть конфеты. Сахар я вообще не употребляю. Но, конечно, если какие-то блюда нужно готовить с сахаром, я готовлю и это ем. А так, чтобы конфеты есть, уже вообще стало меньше их есть. Да, можно сказать, несколько дней уже не ела. И нет у меня такого желания есть конфеты. То есть, отпадает постепенно желание сладостей. И причем тоже аппетит как-то... Ну, знаете, подходит время к обеду. Я есть не хочу. Ужинать тоже время нужно бы покушать. А я не хочу. Нету желания есть. Странно, с чем это связано. Ну, я думаю, что это связано с тем, что меньше стало есть конфет. Ну, потому что другого варианта нет. Как думаете, от сладкого это или нет? Видите, торчит, как волосина. Выкрутила не в ту сторону. Но они, если у меня волосы вот так не выпрямить, они наоборот выворачиваются. Даже если короткая стрижка, можно укладку делать постоянно. А я не хочу пользоваться феном часто. В мою голову она мне высыхает немножко. И на влажной волосе я бигуди закручиваю, чтобы немножко вот так объем был и придать форму. От фена все равно же, если каждый раз, но я два раза в неделю мою голову, сушится волос. Поэтому я тоже здесь вот бегу. Дюльки накрутила и уже с одной стороны волосы все равно поднимаются. Даже на ужин иногда я просто попью кофе, даже кофе, или там чай с кусочком сыра или на хлеб намажу мед с маслом. И вот так все. Мне достаточно. Такая легкость в организме. Мне нравится, когда легкость, ощущение какого-то, не знаю, полета что ли. Утром встаешь, тоже легко-легко себя чувствуешь. И в обед тоже порции прям значительно меньше стали. Все-таки я полагаю, что это связано с тем, что меньше стало конфеты есть. К своему организму нужно же прислушиваться. То, что ему нужно, то и попробовать. Это же все идет просто во благо здоровья, а не так, чтобы какие-то эксперименты кардинальные делать. Нет, все понемножечку, постепенно, умеренно. А если чувствуешь, что это тебе хорошо, от того, что ты меньше сладкого ешь, там конфеты или что-то, то значит это правильно. Твой организм все подскажет, как ему комфортно. Вот и все. Хочу сейчас приготовить бисквит, шоколадный рецепт. У бисквита есть такой. Обед у меня готов. Супчик такой легенький. Приготовила. Котлеты в сливочном соусе. Все они уже готовы. Тоже можно выключать. С зеленушкой. Вкусно получается. На гарнир решила гречку приготовить с луком и с морковкой и много сливочного масла добавила. Вот так обед такой будет. Бисквит у меня еще стоит в духовке. Через 2-3 минутки буду вынимать. Я бисквит пеку. Для заготовки замораживаю, чтобы на случай, чтобы когда гости, раз быстренько разморозила и крем приготовила, тортик собрал. Я себе на обед гречку и подливки немного. А что-то котлету не хочу. Но она очень вкусная. И тем не менее, мне не хочется. Ну, как-то вот, да. Такое интересное состояние организма. Как-то, ну, мало хочется есть. Пообедала, позанималась делами. У меня деятельность за ноутбуком и много времени провожу. Поэтому в течение дня делаю небольшую разминку для тела. Очень хорошее упражнение. Но даже просто сделать утро можно. Упражнение вот так для стройности, для тонуса. Руки ровно и кручу. Столько, сколько мне комфортно. Хоть минуту, хоть две, хоть вообще 30 секунд. У кого есть диск здоровья, классная штука. Я думаю, знаете, такой кругленький встаешь, вот так же. Крутишься. Очень хорошо. Еще разминаю вот это место. Когда сидишь долго, чувствуется, как бы раз вот так, все опускается плечи, чтобы было ровненько все. Такое упражнение очень хорошо. Под углом. Тоже делаю столько, сколько комфортно. Делаю и заодно вам показываю, потому что мне можно размяться немножко. Иногда даже подхрустывает. Классно. И еще немножко подвигаемся. Всем пока-пока. Пошла дальше заниматься делами. Всего доброго, хорошего настроения и крепкого здоровья.